здравствуйте сегодня хотел бы поговорить о часах casio g-shock модель g100 они у меня находятся в использовании практически четыре года без нескольких месяцев для начала хотел бы показать вам как они выглядят внешний вид спустя это время значительных каких-то повреждений нет на корпусе и стекле вот не существуют небольшие скажем так ну вот самая большая это вот возле буквы g можете видеть скол на пластике даже не знаю откуда он появился как и все остальные царапины и вот царапина на стекле возле круглого дисплея с левой стороны это самая большая сама такие существенные остальное так по мелочи вот небольшие потертости царапинки но несущественные скажем так дальше ремешок за это время не потрескался не порвался нигде вот единственное что здесь вместе где соприкасается с застежкой вот такие как морщинки появились вот дальше на ремешке их нет а вот здесь где застежка имеется застежка тоже самой все нормально вот вот этой штучке разве что царапина тоже есть так все хорошо все работает вот так дальше что задняя крышка заднюю крышку покажу тоже вся в царапинах каких-то вот заметно довольно таки здесь плохо видно но такие они ощутимые как будто бы от металла или от камня хотя не знаю как это вышло не скажу что я бережно к часам отношусь но и тоже их не швыряю специально там не испытываю на прочность вот такой вот вид так пластик на ощупь приятный хорошее качество так он мягкий приятно носить его на руке никаких неудобств там дискомфорта хорошее ощущение хорошего материала качественного даже какие минусы в этих часах что мне не нравится это во первых это подсветка это она практически никакая здесь здесь снизу стоит диод а вот можете слышать сигнал будильника я надеюсь хорошо было слышно не знаю специально поставил чтоб услышали его будильник неплохой не сильно громкий ну и не тихий хороший нормальный будильник мне нравится иногда ставлю чтобы утром когда на работу иду жену не будить ставлю будильник на этих часах а не на телефоне да так вот минусы минусы это подсветка как я уже говорил вот здесь снизу диод где 6 часов что так что так но и так не видно и так в общем в темноте если подсвечивать то значение на циферблатах на электронных дисплеях точнее вы не разглядите от этой подсветки это только стрелки часов время вы увидите и все вот так вот на следующих моделях я видел там 100 какая-то 50 или какая там еще сверху здесь вот диод на 12 часов стоит не думаю что это сильно помогает потом в дисплее счет эти вот верхние считаю не вообще не нужны три дисплея то есть два дисплея круглых и стрелка это посредине ну такое левый дисплей это вот сейчас он показывает что включен будильник но показывает будильник таймер или еще какие-то функции включены центральная стрелка это это для измерения скорости тоже как по мне функция ненужная и правый дисплей тоже для отметки там показывают скорость если кто не знает то переключаем на секундомер вот включаете его запускаете останавливать его стрелка передвинулась тут какие-то деления и что-то это означает какая-то там в общем скорость так ненужная вещь лучше бы сделали дисплее поболее как по мне еще что в этих часах вот если вы собираетесь кстати вам нужны ну не только как часами пользоваться будильник секундомер и остальные функции это лучше без стрелок брать стрелки перекрывают дисплее вот сейчас видно но не сильно но так а бывает вообще не разберешь надо их поворачивать там под под другим углом чтобы как бы под нее посмотреть что там какие показания поэтому вот лучше если без стрелок берите если нужны вам помимо часов еще что-то и также вот в темноте если будете в темноте часто пользоваться в темное время суток то лучше тоже чтоб хорошая подсветка была они такая дальше 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 покупал я их на то время они стоили 1300 гривен вот понравились эта модель сразу мне все больше другие варианты не рассматривал поэтому и взял но сейчас даже не знаю сейчас данная модель стоит у нас 3600 кажется 3600 гривен поэтому он довольно ощутимая разница сейчас если бы выбирал то возможно взял бы модель подешевле но так часы классная конечно хорошая и шортами можно одеть и даже там с туфлями с рубашкой я их одевал смотрится нормально неплохо смотрится потом мою их примерно раз в месяц ну когда как по мере загрязнения но иногда забываю грязь от скапливается в основном вот здесь вот возле стекла где стекло соприкасается с пластиком корпуса там вот забивается сбоку где кнопки вот здесь вот тоже бывает тоже такая вот беру щетку обычную хозяйственную хозяйственное мыло намыливаю вперед да в этом плане конечно хорошие часы шоу год какой-то бережный к ним не нужен дальше батарейка продержалась у меня три года и 9 месяцев до точно спустя два года пропал звук первый сигнал о том что она садится сразу менять не стал дома по хотел посмотреть сколько протянет вообще до конца вот пропал звук потом вот недавно перед заменой уже свет подсветка начала тухнуть потом вообще пропала и на следующий день остановились все пошел сервисный центр там где покупал их и там заменили вот заодно поинтересовался у мастера с первой брала их весной и когда зима наступила выхожу на улицу когда мороз появлялся конденсат под стеклом появлялся конденсат в принципе как не такие небольшие капли там но все равно такая как как туманчик такой что ли знаете мелкие капельки мелкие мелкие вот поинтересовался когда батарейку менял в чем причина мастер сказал что это от резкого перепада температур так что в принципе как это нормально но допускать этого нежелательно потом плавал с ними воду держат ну естественно отлично нырял я на 200 метров понятно не нырял метров не за может 10 максимум на море там в общем воду держит отлично единственное что конденсат появляется от перепада температур зимой потом а ну еще как не то что минус не минус так как толщина у них довольно таки массивные толстые часы то зимой когда много одежды если свитер куртка на руке но если хочешь снять то сначала надо снять часы а потом уже все остальное то как за них зацепается но это как это не минус это просто особенность данных часов вот в принципе все что хотел о них рассказать может кому-то будет полезная информация все будьте здоровы всего вам хорошего